Всем привет, дорогие друзья! С вами Макс. Сегодня я вас порадую очень крутой своей разработкой в области 3D-печати, а именно в покраске пластика. Вот, к примеру, пластик ABS телесного цвета. Смотрите, как красиво получилась деталька. А вот такой вот кубик вам о чем-нибудь говорит? Давайте я вам ближе покажу. Многие из вас скажут, да ничего тут такого нет, просто взял, поменял на красный филамент и все. Представьте себе, нет. Это тот же телесного цвета пластик. Просто немножко окрашен. А как вам такая деталька? Обратите внимание на градиент. Мягкие переливы. И самое главное переходы. Видите, градиент такой. Плавный переход. Такого перехода не добиться даже на циклопах или на других моделях. Или даже просто заменой пластика. Почему? Потому что всегда будет линия разграничения между синим и белым. Четкая такая, ровная. А здесь, видите, такой вот плавный переход. Вижу, друзья, вас заинтриговал. А как вам вот такая вот 3D-модель? Представляете, сколько раз мне пришлось бы здесь пластик менять? И сколько цветов нужно использовать, чтобы получить вот такую вот крутую собаку? Здесь цвета разные. И голубой, и синий, и коричневый, и светло-синий, светло-белый, светло-голубой, светло- не знаю даже, коричневый. Каких только здесь нет. Посмотрите. Как вам такая деталька? Качество печати просто бомбезное, друзья. Это пластик Plexi-Wile, который некоторые критикуют. Главное уметь правильно выставлять температуры и обдув. При необходимости тоже включать. И получите просто супер. Я думаю, многим из вас стало интересно, как же получить вот такие вот красивые переливы, градиенты, цвета, используя всего лишь один вот такой вот телесного цвета пластик. Ну, давайте я вам покажу лучше наглядно. Итак, друзья, идет печать очередной модели котика. Обратите внимание, что я использую пластик белого телесного цвета. Но печатает у меня синим. Класс, да, правда? В шоке. Все в шоке. При этом качество печати просто обалденное. Так в чем же секрет, друзья? А секрет очень прост. Я использую вот такие вот перманентные маркеры. А также на водной основе маркер красного цвета. Объясню потом почему. И получаю вот такие вот цвета. Берем, допустим, синего цвета маркер. Берем наш филамент. И начинаем его красить. И все, друзья, и все получаем просто обалденную, красивую деталь нужного цвета. Если вам нужны переливы, просто красим в два цвета. И все. Если вы хотите получить там какой-то светло-голубой, просто-напросто берите, прокрашивайте не полностью, а немножко. И тогда он будет такой светло-голубенький. Можно использовать просто голубого цвета, к примеру, маркер. У меня маркеров всего лишь три, поэтому, естественно, получаются детали трехцветные. Но вы можете использовать маркеры разных цветов. Давайте ради интереса еще покрасим красным цветом. Кстати, я хочу заметить, что перманентный маркер красного цвета не особо хорошо прокрашивает, в отличие, допустим, от маркера на водной основе для досок флэкчарт, если не ошибаюсь. Почему? Наверное, скорее всего, из-за того, что этот на водной основе и он очень быстро смешивается с пластиком. То есть он не высыхает так быстро, как вот этот вот маркер. И насыщенность пластика получается намного лучше. Поэтому светлые цвета, красный, там, желтый, голубенький, маркеры лучше берите на водной основе. Поверьте, у вас влажность пластика не повысится, она просто не успеет. Хорошо прорисовываем наш филамент, чтобы он был максимально хорошо прокрашен, потому что от этого будет зависеть насыщенность цвета. Ну а пока наш цвет пройдет сквозь нашу тефлоновую трубку, давайте посмотрим, что у нас печатается. Обратите внимание на качество печати. Используя такие маркеры, мы не портим печать совершенно. Она остается такой же крепкой, прочной и самое главное качественной. Сейчас я использую небольшой обдув 40% для ABS пластика. Видите, сейчас пошел белый цвет, так как филамент я не прокрашивал там. С небольшим градиентом будет переходить в чисто белый цвет. Пока не дойдет до нашего синего, который мы с вами прорисовали. Как минимум, друзья, такая доработка достойна патента. Как вы считаете? Напишите в комментариях. Итак, друзья, мы видим, что белый цвет уже полностью доминирует, а сейчас уже пошел опять синий, тот, который мы с вами нарисовали на нашем филаменте. Видите, пошла синяя обводка, сейчас будет такой вот хорошо насыщенный цвет. Многие посчитают, что такое окрашивание засорит наше сопло, и оно будет негодности. Но я считаю это не так, почему? Потому что я уже отпечатал приличное количество таких деталюшечек, и никаких проблем с соплом вообще нет. Да и сопло стоит копейки, но результат, посмотрите, просто сказка. Самое главное, после печати нескольких таких деталей, обязательно распечатайте какую-нибудь деталь родного цвета, то есть, например, телесного, полностью, без прокрашиваний, для того, чтобы очистилось сопло. И тогда можно по новой снова запускать печать с окраской. Обратите внимание, что сейчас идет красный цвет. Идет такой вот небольшой перелив, переход из синего в красный, но при этом хочу отметить, что красный цвет немножко не так доминирует, как синий, из-за того, что насыщенности немного не хватает, поэтому лучше использовать, конечно, во-первых, новые маркеры и более контрастные. В данном случае у меня старые маркера, поэтому, естественно, не получаем идеально красивый там яркий насыщенный, но все равно видите, красота. Если бы я был программистом, я бы сделал программу, которая бы, согласно G-кода, просчитывала длину филамента, которая необходима для прокраски определенного слоя. И таким образом создал бы машину, которая бы прокрашивала филамент до подачи в экструдер. Соответственно, ту длину филамента, которая нужна, чтобы в итоге мы получили правильные слои с правильным цветом. Я думаю, в этом ничего такого сложного нет. Но я еще раз повторюсь, я не программист. Так что, если вы программист, попробуйте реализовать. Мне кажется, эта программа будет стоить своих денег и своего времени. Поэтому, если вы программист, то можете попытаться. Я считаю, что это неплохой стартап. А за такую идею можете мне поставить лайк. Я буду очень благодарен вам. Обратите внимание на вот такие вот полосочки. Это идет очистка нашего сопла от синего цвета. Синий цвет смешивается с красным и получается такой вот розово-фиолетовый цвет. Из-за того, что я некачественно прокрасил филамент, а на скорую руку, мы получили вот такие вот разбежности. Если все сделать правильно, то цвет будет максимально однородный. Итак, друзья, мы получили вот такого котика и вот такую вот собаку. Вообще просто переливы. Обратите внимание, какие переливы. Просто бомба. Посмотрите, это просто великолепно. Качество печати обалденное. Толщина слоя 0,2 миллиметра всего лишь. Скорость печати я вообще поставил 75. Как бы многовато, но просто хотел побыстрее сделать и показать вам результат. Какой градиент. Цвета как перемешиваются. Просто бомба. С помощью такой методики особенно очень классно будут получаться разные вазы. Представляете, их не нужно будет красить, менять филамент. Печатается все это за один раз и качество получается просто вот такое. Представьте себе. Ну, это бомба. Я не хотел уже печатать вазу, потому что она печатается там около 6 часов. Но я думаю, здесь и так прекрасно вам видно результат. Буквально 5 минут потратить зарисовать обычными маркерами и вот, пожалуйста, вот такой вот крутой результат. Мы надеемся, что это видео вам понравилось и вы обязательно поставите лайк. И подпишитесь на канал. А с вами был Бульдог Вася и Котик Сеня. До новых встреч, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok